С первого дня основания, которое произошло больше чем 61 год тому назад, занимался вопросами технического регулирования, которое заключалось в основном в разработке тогда это были СНИПы и ГОСТы, которые были обязательны для применения на всей территории тогда Советского Союза. Вся страна пользовалась теми нормативными документами, которые были разработаны нашими коллегами. Но в 90-е годы, особенно в начале 2000-х, на нормативно-техническом регулировании сказалось достаточно тяжело. По известным всем причинам в начале 2000-х годов перестали разрабатываться стандарты, перестали разрабатываться на нормативные документы типа СНИПы и ГОСТы в правил. И, соответственно, в области технического регулирования возникла глубокая и, казалось, достаточно темная яма. И, однако, начиная с 2010-го года у нас началось возрождение нормотворчества. Мы начали актуализировать нормативные документы. Надо отметить, что на протяжении всех лет, что существовал наш институт, все результаты научных исследований, которые довелись постоянно, они скапливались, обобщались. И, в общем-то, результатом большинства научных исследований были какие-то дополнения, изменения в нормативные документы, в частности, в СНИПы и теперь уже в Свору Прадо. И с 2010-го года, как я уже сказала, началась активная актуализация старых нормативных документов. за счет того, что благодаря тому, что наш институт ввел достаточно большие научно-исследовательские работы по гостю, в одной и любой другой тематике, то новые актуализированные документы, своды по тепловой защите, естественным искусственным освещением, защиту от шума, средней пневматологии, они, в общем-то, были достаточно сильные изменения и кардинально отличались от своих предшественников. И что мне еще хотелось бы сказать, что все вот эти работы мы ввели по актуализации нормативных документов, мы ввели в тесном сотрудничестве с ФАО «ФЦС». И также в тесном сотрудничестве с ФАО «ФЦС» примерно в прошлом году, да, мы сумели возвратиться в Международную организацию по стандартизации, ИСО. Когда мы актуализировали нормативные документы, начиная с 2010 года, одно из требований было, которое предъявлялось к нашим специалистам, это гармонизация с европейскими нормами. И сейчас, благодаря тому, что мы вернулись, мы пришли в ИСО, то у нас появилась возможность вести разработку, участвовать в разработку тех или иных международных стандартах с тем, чтобы, как бы, не только мы пользовались европейскими документами, международными стандартами, но и на международной арене наши нормативные документы тоже могли быть использованы. Мы, по сути дела, вернулись в ИСО в 2009 году. Надо отметить, что там представителей Российской Федерации встретили очень, я бы сказала, привлекливо. Для справки я могу сказать, что организация ИСО была создана в 1947-1946 году, и одним учредителем этой организации был Советский Советский Союз. ИСО имеет три официальных языка, один из которых русский, значит, английский, французский и русский. И, по сути дела, все ИСО-документы, выпущенные организацией ИСО, имеют право существовать и на русском языке. В этом году мы заседание комитета по проектированию внутренней среды зданий и 163-го качества светлоизоляции и использования энергии состоялось в блокео. На этом совещании мы появились уже второй раз. Встречены мы были, опять-таки, достаточно привлекли. И вот по... Ну, я думаю, здесь или Владимир Геннадьевич, или Александр Геннадьевич расскажет, что начали тихонечко вести работу, чтобы внедрять наши методы, наши нормативные документы в документы международного уровня. Значит, для нас эта работа очень нужна. Работа в ИСО очень нужна, очень важна. Мы благодарим ФОВЦС, которая нас, насколько может, всячески поддерживает в этой работе. И я думаю, что, в общем-то, у нас что-то получится. Хочу сказать, что там работать непросто. И в заключении мне хотелось бы сказать, что в Токио на заседании, вот совместном заседании двух комитетов 163-го и 165-го было сделано предложение. И сейчас ФОВЦС это предложение начало прорабатывать, чтобы в 2020-м году совместное заседание комитета 163-го и 205-го прошло в Москве. Ну а сейчас мне хочется предоставить слово ведущему специалисту ФОВЦС Александре Чайцевой, которая вот эти все, все проблемы, мелкие сложности и большие радости всегда делилась с нами и помогала нам работать по линии международной организации по стандартизации ФОВЦСУ. 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 Продолжение следует...